Всем привет! С вами Виталий Мещуковский и снова мы что-то делаем в фотошопе. И сегодня мы научимся добиваться матового эффекта на фотографиях. В какое-то время это было модно, потом снова вышло из мода, теперь снова вернулась в моду. Так или иначе, данная техника может вам пригодиться в вашей работе. Все, что нужно, это фотография, фотошоп и одна минута вашего времени. Я покажу два варианта, а вы выберите тот, который вам будет полезен в вашей работе. Итак, открываем фотографию и создаем новый корректирующий слой. Кликаем вот сюда и выбираем экспозицию. Да-да, экспозицию. Тот, кто знаком с фотографией, знает, что же такое экспозиция. И здесь мы будем регулировать два параметра. Это гамма и сдвиг. При помощи гамма-коррекции мы можем либо освещать изображение, либо затемнять. В данном случае мы будем именно затемнять, для того, чтобы добиться вот того матового эффекта. Такого эффекта выгорания больше, я бы сказал. Здесь вы, в зависимости от фотографии вашей идеи, корректируете ту самую гамму-коррекцию. Теперь мы регулируем сдвиг. Если мы будем двигать в минус, мы будем затемнять изображение. А вот если будем двигать к плюсу, мы будем, наоборот, его осветлять. Таким образом, чем сильнее мы затемним, чем сильнее сдвинем сдвиг, мы будем получать вот тот самый матовый эффект. Ну, такой эффект выгорания. Что у нас было? Вначале у нас была вот такая вот яркая насыщенная фотография. После нашей коррекции мы получаем вот такой вот матовый эффект. Конечно, мы можем, используя маску и используя обычную кисть, можем вернуть в каких-то участках непрозрачность снизим. То есть, вот на лице мы можем вернуть естественный цвет, чтобы у нас не была такая, например, перетемненная. Вот. Отлично. Так немного будет лучше. Глаза. Губы. Вот. Ну, вот такой вот контрастик. Это один из вариантов, и он может вам в реальности, в работе пригодиться. Вариант номер два. Создаем корректирующий слой, кликаем туда же, и выбираем на сей раз уровни. Уровни позволят нам добиться матового эффекта не просто там, используя именно работу со светом, а также можем мы поиграться и с тоном, то есть добиться разного такого эффекта. Для начала мы сдвигаем вот здесь темные тона. Немножечко осветляя, после чего просто двигаем черную точку. Есть. Если мы сдвинем белую, то будем затемнять, конечно же, изображение. Так. Есть. После чего мы начинаем работать с каналами. Допустим, поработаем с синим. Мы можем также сдвинуть синий. Видите, какой у нас эффект уже получается. Если мы будем двигать его, темную точку или серую, мы будем добиваться разного эффекта. То есть добавить можно, допустим, фиолетового цвета или желтого здесь уже на ваше усмотрение. Вот таким вот образом. Вот я добьюсь вот такого вот матового эффекта. В инстаграме был такой эффект, я помню. Очень-очень многим нравился. Вот так. Таким образом, у нас было вот такое изображение. Теперь мы добавили вот такого вот матового фиолетового оттенка. В вашей работе вам может пригодиться разные комбинации и разные варианты. Все зависит от вашей фотографии, вашей идеи и того, что вы хотите получить на выходе. Помните, что самое главное, это усвоить принцип, как это работает. Больше всего мне, конечно же, по душе работа с экспозицией, потому что она, как по мне, она более понятна и проста. Здесь можно вот так, можно поиздеваться. Здесь у нас больше контроля и мы можем добиться такого вот более драматического эффекта, более интересного. Ну а здесь, опять-таки, все от вашей фотографии зависит, от вашей идеи и того, что хотите получить. Уже повторяюсь. Вот и все. На этом урок закончился. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Если же нет, то ставим дизлайк и все отлично. Я буду знать, что такая тема вам неинтересна, я не буду снимать. В комментариях под видео пишите, реально, ну, полезна ли эта штука или нет, чтобы я знал, стоит ли делать акцент вот на таких видео или что-то снимать поинтересней. С вами был Виталий Мечиковский. Встретимся в следующих видео. Всем пока.